Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов. Пансексизм или паноротизм. В XIX веке, в веке господства рационализма, была одна очень иррациональная привычка всему подыскивать одну единственную главную причину. Идея заключается в том, и она кажется иррациональной, что жизнь, бытие, существование похожи на что-то, что растет из одной точки, из зерна. Одна причина рождает две следующих причины, и дальше идет такое размножение наподобие арифметрической или геометрической прогрессии. То есть, если у нас есть два каких-то события, их можно свести к двум причинам и те к одной причине, и надо допитываться первопричины. Концепция восходит к древнегреческой философии, и отражает она, видимо, нормальную человеческую привычку искать действительно самые существенные, отсекая второстепенные. Это разумно, это работает, это прагматично, и в большинстве случаев это абсолютно точно отражает природу бытия и природу мироздания. за одним единственным исключением – человек. С человеком такие штуки не проходят. Человек состоит из атомов, из электронов, из всего, что имеет одну какую-то базовую причину в своем бытии происхождения. Но человек как таковой, ох, не поддается. Наоборот, чем больше изучает человека, тем он оказывается многопричиннее. И в этом смысле человек как бы выворотка с Бога, потому что Бог, ну его называли первопричиной, в том смысле, что у Бога нету никакой причины, которая была бы раньше его. И Бог тогда оказывается главной причиной бытия. Но ведь это неверно. Бог как Творец не причина. Творец не причина картины. Творчество – это другое дело. Но Творец не в той же плоскости, что творимое. Поэтому в Боге, наверное, даже нельзя говорить о причине, о причинах вообще. Бог – это само бытие. А вот человек, образ Божий, образ Божий, помещенный в однопричинный, одноцентричный мир, мир, который склонен к однополярности, а человек оказывается страшным многополярным существом и многопричинным. В числе концепции вот этих монопричин может быть самая известная для верующих людей и в XIX веке концепция пан-вавилонизма. Когда был открыт древний Вавилон археологами, когда выяснилось, что библейские сказания о Вавилоне – это не просто бабьи сказки, как по сей день многие думают, а что это достаточно грамотное для того времени описание реальности, когда раскопали вавилонскую башню в Зеккурат и раскопали колоссальные библиотеки вавилонские, включая повествование о потопе, вот напиштями, о Энкиду и так далее. И тогда, ошалевшие от восторга ученые, и я их понимаю, это было грандиозно, стали возводить все явления современной западной цивилизации, не только западной, к Вавилону. Все изобрели в Вавилоне. Вот это панвавилонизм. Ну, в этом есть своя правда, но все не все, ну, скажем, в минуте 60 секунд именно из-за Вавилона. Это тамошняя система исчисления, шестидесятиричная. Тем не менее, конечно, эта концепция в результате была отвергнута, потому что там, где люди, там никогда не бывает одного центра. Величайшие открытия совершаются в разных точках, в разные эпохи, видимо, дозволены независимо друг от друга. И вот тогда, в начале 19 века, Зигмунд Фрейд создает учение о сексуальной энергии как главной энергии человека. То есть эротика – это как бы базовая в человеке. Сперва она недоразвита, потом она развивается, потом она идет на спад, но она все равно определяет всю жизнь человека. Всю. Можно сказать, что это сублимация. То есть, если человек, скажем, не живет в браке, лишен половой жизни, он сублимирует, и получается сороковая симфония. А иногда даже 39, 38 и 1. Это механистический взгляд на человека, как на своеобразную лейденскую банку, на своеобразную батарею, которая имеет только один вид энергии, и это все определяет. Но это было неверно даже применительно к пациентам Фрейда, которые в значительной степени действительно были эротуманы, позволяли эротике и сексу влиять на всю свою жизнь. Почему? Довольно интересный ответ. Это были люди имперского духа, это были люди господствующие, доминирующие. Но человек не рожден доминировать. Человек, который ставит в себя в положение повелителя мира, у него начинаются неврозы, у него начинаются глюки. Так появляется Джек Потрошитель, который, судя по всему, был членом британского королевского дома и отыгрывал проблемы королевские. И не он один. Но и в любой семье, собственно, там, где муж помыкает с женой и доминирует над женой и детьми, тоже возникают все эти садомазохийские комплексы, потому что днем ты угнетаешь, а потом тебе хочется, чтобы тебя выпороли, с тобой обращаясь, как с собачкой или с лошадкой. Вернуться в детство, когда ты не был доминантом. К счастью, мы говорили уже об этом, начиная с того же конца 19 века идет сексуальная революция. Де-факто она началась чуть-чуть пораньше, но вот зримые его, давайте без гендера, зримые проявления этого переворота – это разрешение женщинам получать высшее образование, это разрешение женщинам голосовать, сильно позже развод, помимо суда просто по желанию, и так далее и тому подобное. И вот к середине 20 века оказалось, как очень правильно сформулировал один мальчик, что есть вещи интереснее секса, и не сексуальная энергия определяет душу и жизнь человеческую. Вот она, сексуальная дореволюция. В этом смысле видов энергии, наверное, очень много, психической, но дело в том, что психику не очень разумно описывать в категориях энергии. Это мы опять вернемся в 18 век, к Лейдинской банке. Человек – существо диалогическое, коммуницирующее, это не энергетика, это диалог. Так или иначе, во-первых, конечно, человек, не вкусивший сладости секса, может быть вполне полноценным человеком, о чем мы говорим, а человек, вкусивший эти сладости, может быть козлом, и в общем ничего в сексе не понимать, на самом-то деле. Как ни трагично, но это так. И это часть человеческой свободы, которая предусмотрена, я думаю, самим Создателем. Вот почему распространенные концепции, которые я иногда слышу, что ну что, вот монахи, там католическое духовенство, люди, не имеющие опыта мрачной жизни, ну что они лезут в постельные дела своих прихожан? Это неверно. Я знал одного как бы психотерапевта, очень популярного, он, собственно, еще живой, только я уже его не очень хочу знать, у которого было несколько жен. И он плодился, размножался, в общем, в возрасте, до которого я точно не доживу, близко уже к 90-х годам. Собственно, мой родной дед, Яков Васильевич Кротов, у меня есть двоюродная сестра, которая всего на несколько, двоюродная тетя, которая всего на несколько лет моложе меня. Неважно. Можно, если упорно упражняться, каждый день и каждый год. Но зачем? Человек узнал что-то больше? Нет. Нет. Вот это самое интересное. И часто холостяк знает о любви, браке, эротике, куда больше, чем женатый человек. Потому что это все вывески, женатый, неженатый. Господь Иисус Христос не был женат. Это не мешало ему все понимать про нас, женатых и замужних. Так что для того, чтобы вести полноценную жизнь, совершенно не обязательно вести половую жизнь. Это хорошая новость, между прочим. Я еще раз напоминаю, что не половая жизнь, она такая, то есть, то нет. Она не радикально меняет человека, совершенно. Человек, прежде всего, творческое существо. Существо любящее. И все остальное вторично по отношению к этому. Любовь не первопричина, не главная энергия. Это призвание. Это направление, в котором мы идем. Так что у всех есть шанс. Даже у тех, кто замужем. Даже у тех, кто женат. Даже у нас, женатиков. Есть шанс открыть тайну любви. И часто для этого нужно забыть все. Ну, как сказано в Евангелии. В Евангелии Фомы. Когда имеющие жен будут, как не имеющие. Имеющие мужи будут, как не имеющие. Потому что иметь – это доминировать, обладать. А надо не обладать, надо любить. Это был Яков Кротов в Москве.